И будь то ей уже ближе к 50, будь то у нее фолликулостимулирующий гормон уже за 80, или приходили женщины с синдромом истощения яичников, с поликистозом, с миомой матки. Приходили даже те, у которых не было менструации более года. Я работал со всеми. Это путь исцеления. И у каждой есть шанс разрушить ментальные преграды, которые сложились из-за оглядки на возраст, на историю жизни, на диагноз и так далее. Вы уже переживали этот момент, может быть, даже десятки раз. По всем признакам овуляция вот-вот наступит, вместо приятного возбуждения вас охватывает напряжение и одолевают дурные мысли. Дурные предчувствия. В голове тревожные мысли. Смогу ли я зачать в этот раз? Почему это так сложно для меня? Я что, недостойная бить ребенка? Почему все вокруг беременеют, но только не я? Может быть, я тянула слишком долго? Я слишком старая? Почему во всем остальном у меня все получается, но только не тут? А что будут говорить люди, если я так и не забеременею? Это одни из самых распространенных мыслей, которые я очень часто слышу на консультациях от разочарованных, неспособных долгое время зачать женщин. А вот спрашивают ли себя женщины о том, что может быть есть что-то такое в их душе, чего они не замечают, и что мешает их организму и мозгу принять зачатие и беременность? Миллионы женщин оказываются в растерянности после того, как им ставят диагноз бесплодие неясного генеза. Или старые яйцеклетки, или вам уже за 40, или высокий ФСГ, или у вас раннее истощение яичников и много других. Как вы знаете, в этом случае традиционная медицина предлагает стимуляцию, инсеминацию, экстракорпоральное оплодотворение, донорские клетки, а также лечение и процедуры, которые кажутся многим противоестественными. Я очень много раз слышал одну и ту же историю от разных женщин. На одной из консультаций Анна рассказала, что репродуктолог сказала ей, что она никогда не сможет зачать естественным путем из-за плохого качества яйцеклеток, раннего истощения яичников. Но она может сделать ЭКО, используя дорогостоящие препараты, искусственные гормоны и донорские яйцеклетки. И, возможно, у нее будет шанс родить ребенка. Для Анны это было неприемлемо. Она не хотела принимать никаких гормонов. Она не хотела проходить ни через какие медицинские процедуры. Она не хотела использовать донорские яйцеклетки и платить огромные деньги, при этом без никаких гарантий результата. Наоборот, гарантий плохого самочувствия. Она хотела зачать естественным путем и родить собственного ребенка. Именно поэтому она обратилась ко мне. Естественно, мы начали работу по снижению стресса. Потому что это одно из самых главных препятствий на пути к материнству и здоровому ребенку. Препятствие называется не экологичное, а токсичное мышление женщины. Медитативная практика и другие упражнения помогли ей успокоиться. Специальные техники визуализации помогли снять нейроэндокринные блоки в головном мозге. А терапия принятия помогла расслабить мозг. Остеопатические техники, она приезжала ко мне на сеансы, помогли снять напряжение с органов малого таза. Но самая главная работа заключалась в проработке глубоко засевших проблем мышления, которые, судя по всему, мешали ей забеременеть. После нескольких онлайн занятий и очных занятий у меня в Минске, ее представления изменились. Она поверила в себя и в то, что она может иметь детей. Ну, через семь месяцев плотной работы, совместной нашей, она забеременела от любимого мужа естественным путем. И через девять месяцев родила прекрасного мальчика. Это чудо. Женщины, желающие справиться с бесплодием, идут ко мне нескончаемым потоком. И знаете что? По мере работы я стал отмечать, что практически у всех клиенток и пациенток существуют типичные ментальные ошибки, ментальные шаблоны. И первое главное. Женщинам, борющимся с бесплодием, необходим кто-то, кто в них верит, кто может поддержать. Потому что они теряют уверенность в себе. У них пропадает самооценка. Они воспринимают все происходящее как поражение. И больше не верят в то, что смогут забеременеть. Они чувствуют себя ущербными. Многим кажется, что они огорчают всех вокруг. Мужа, родных, свекровь. Некоторые обескуражены и очень опечалены диагнозом, который услышали от врачей. Кто-то чувствует, что впервые в жизни не достиг того, что никогда не казалось проблемой. А есть такие, кто винит себя и рассматривает бесплодие как результат ошибок прошлого. Результат молодости, результат приема гормонов. Почти все перепробовали всевозможные способы, чтобы беременность наступила. Многие говорили о грусти и уже начинающейся депрессии, с которой все сложнее и сложнее справляться. А кто-то был готов оставить надежду, потому что прошли кучу унизительных процедур и постоянных посещений врачей. После этого, естественно, у них наступало состояние глубочайшего стресса. А у многих из них было просто разбито и сердце, и душа. На миллион осколков. Я видел миллион эмоций, возникающих у женщин во время работы, не борьбы, а работы за свою беременность. И никого, кто был бы рядом, ему бы помочь залечить ей свои эмоциональные раны. И поскольку нет официального подтверждения того факта, что эмоции и мысли напрямую влияют на зачатие, женщины проходили все больше традиционных медицинских тестов, процедур, принимали все больше лекарств, тратили все больше денег. И в итоге оказывались все больше разочарованы. По сути, им говорили, что их чувства и эмоции не важны. Но в глубине души глубоко они понимали, что это не так. Только они боялись себя в этом признаться. Современная медицина уже официально согласилась с тем, что стресс и тревожность могут быть корнем сотен физических болезней, включая мигрени, сердечные заболевания, высокое давление, синдром раздраженного кишечника, сложное высыпание, аллергия, бессонница, раннее истощение яичников, онкология. Однако, когда речь заходит о бесплодии, у врачей, как правило, почему-то единая позиция. Зачатие и вынашивание – исключительно физиологический процесс, с которым никак не связаны ни психика, ни эмоции. Почему так? Бесплодие, понимаете, бесплодие – не просто физическая проблема. И сейчас пришло время признать, что мысли и эмоции играют жизненно важную роль при планировании беременности, при зачатии. Негативные чувства, токсичные эмоции, страхи, разочарования, обиды, тревога и другие стресс-факторы – все оказывает влияние на этот сложный и интересный процесс. При анализе эмоциональных проблем, связанных с бесплодием, взаимосвязь психического и физического состояния становится вполне очевидной. Только слепой этого не заметит. Ну, давайте, например, возьмем женщину, у которой было несколько выкидышей и которая ощущает постоянный страх потерять еще одного ребенка. Должна ли она считать, что ее чувства не важны и что ее эмоциональное состояние никак не связано с бесплодием? А как насчет женщины, которая в юности пережила сексуальное насилие и теперь не способна расслабиться и довериться мужчине? Ее чувства нужно принимать в расчет? Связаны ли они с тем, что она не может зачать? А как быть женщиной, которой врач сказал, что ее шансы зачать естественным путем крайне малы, ничтожны? Оказывает ли эта информация влияние на ее мироощущение и, следовательно, на исход всего дела, то есть на ее зачатие и беременность? Стоит ли говорить женщине, у которой диагностировано бесплодие неясного генеза, то есть когда отсутствуют какие-либо физические причины, говорит, что ее эмоциональные проблемы не имеют к происходящему никакого отношения? Стоит ли ей это говорить? А как чувствует себя женщина, которая говорит, что эмоции не важны? Поскольку зачатие – это просто результат фрикции, это не более чем биологическая функция. Все эти чувства, эмоции и проблемы являются частью картины бесплодия, и их необходимо и признавать, и прорабатывать. Связь между эмоциональными проблемами, бесплодием – это не новая концепция, она не придумана мной, потому что есть исследования, которые доказывают научно, есть научное подтверждение мощной связи влияния психического состояния на физическое и на способность зачатия. К сожалению, многие люди не знают о существовании таких исследований. Другие, возможно, подозревают, что их эмоциональное состояние как-то может быть связано с неспособностью зачать, но не знают, что с этим делать. Некоторые, увы, знают об этой связи, но предпочитают отмахиваться, игнорируют ее. Вы знаете, наша медицина не бессильна. Наоборот, она может помочь, особенно, когда есть физиологические проблемы с зачатием. Но что делать тем миллионам женщин, которым поставили диагноз бесплодия неясного генеза? Ведь у них-то с физиологией все в порядке. И если физиология не является проблемой, то значит, необходимо проанализировать ментальное, душевное и эмоциональное состояние женщины, чтобы понять, не кроется ли причина бесплодия именно в этом. Уже давно доказано, что влияние психического состояния на физическое тело является существенным фактором в процессе зачатия. И, говоря о неразрывной связи психики с телом, необходимо в первую очередь поговорить о подсознании. Именно там хранятся все наши проблемы, чувства, эмоции, страхи, тревоги и убеждения, которые могут усиливаться и пожирать женщину изнутри, женщина, которая долго не может зачать. И чтобы достичь долгосрочных перемен в жизни, изменения, как и исцеления, должны произойти на осознанном подсознательном уровне. Именно такое исцеление имеет потенциал для восстановления вашей способности, вашего тела к зачатию. Я запишу ряд видео с информацией, которые необходимы каждой женщине, которая вступает на путь материнства. Особенно, если ей уже за 30 или за 40. За годы применения в своей практике психотерапии, гипнотерапии, остеопатии и других техник с целью стимуляции мозга на зачатие, я многое узнал о подсознательном самопрограммировании женщины, которая стремится забеременеть. Я выяснил, какие чувства и эмоции испытывают женщины, страдающие бесплодием. И что для них необходимо, что им необходимо делать, чтобы достичь результата. Понимаете, диагноз бесплодия неясного генеза формирует в женщине глубинную потребность в эмоциональном выздоровлении, той форме исцеления, которая недоступна в рамках стандартных медицинских протоколов в работе с бесплодием. Когда женщина работает над собой, над своими эмоциями, над своей психикой, со своей психикой, улучшает свое эмоциональное состояние, устраняет осколки старых травм, она увеличивает возможность зачатия в несколько раз. И это не мой успех, потому что мы работаем вместе, очно или на онлайн-консультациях по видеосвязи. Это прежде всего успех женщин, проделавших большую работу над собой. Именно они заслуживают похвалы. Большая часть моих клиенток посещала специалистов по акупунктуре. Многие приезжали ко мне на остеопатические сеансы, на фертильный массаж живота и правки золотника. Это все позволяло вернуть матку в нужное положение, настроить мозг на беременность. Некоторые после подготовки тела и психики и появления ощущения, что у них все будет хорошо в любом случае, шли по пути традиционной медицины. И сделали, кто-то сделал внутриматочную инсеминацию, кто-то пошел в протокол ЭКО. И это хорошо у них получилось. У некоторых получилось забеременеть. У кого-то получилось забеременеть естественным путем. И я хочу отметить, что я работал со всеми, кому нужна помощь. Я убежден, что у каждой женщины есть право использовать и попробовать все возможности, которые могут привести к успеху. Я не гнался за количеством. Мне важно было помочь каждой женщине, которая ко мне приходила. И будь то ей уже ближе к 50, будь то у нее фолликулостимулирующий гормон уже за 80, или приходили женщины с синдромом истощения яичников, с поликистозом, с миомой матки. Приходили даже те, у которых не было менструации более года. Я работал со всеми. Это путь исцеления. И у каждой есть шанс разрушить ментальные преграды, которые сложились из-за оглядки на возраст, на историю жизни, на диагноз, ну и так далее. И я повторюсь, что сделаю ряд видео, которые расскажу более подробно о работе подсознания, сознания и влияния этого на физическое тело. Расскажу об эмоциональных блоках и дам упражнения, которые принесут многим из вас облегчение и озарение. И это видео сейчас для вас, это ваша отправная точка. Помните, что любые упражнения не могут заменить работу со специалистом, который поможет вам проработать проблемы и решить их. И с моей точки зрения, золотой ключик, который открывает дверь к вашему малышу, это работа и с физическим телом, и проработка той информации, которая скрыта от нас глубоко в психике, в нашем подсознании. Это значит повышать свою осознанность. Пробуете ли вы зачать естественным путем или с помощью вспомогательных репродуктивных технологий работать с психикой это самая важная часть вашего пути. И этот путь начинается прямо сейчас. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. А я желаю вам счастья.